Понять чужую страну можно через кинематограф, уверены гости 22-го международного фестиваля «Кино детям». Свои картины в Самару привезли гости из Белоруссии, Китая, США, Италии и Кореи. 2017-й объявлен годом именно корейского кино в России, и первые показы уже прошли в Москве. Корейцы привезли на фестиваль два игровых и один анимационный фильм. Полномочный посол Республики Корея выразил большое желание сотрудничать, предложив практику постоянного обмена картинами между странами, чтобы и российская, и корейская молодежь учились житейской мудрости посредством кинематографа. Министерство культуры двух стран активно развивает взаимодействие, и с этого года проводится перекрестная неделя культуры. В Москве уже ежемесячно проходят кинопоказы корейских фильмов, и я уверен, что сотрудничество между нашими странами в области киноиндустрии и в других областях культуры будет продолжать развиваться, в том числе и в области образования. Конкурсная программа 22-го фестиваля «Кино детям» уже прошла. Детское жюри оценивали профессионалов, а они, в свою очередь, фильмы, представленные в программе «Кино снимаем сами», в которой было заявлено около 40 работ. Организаторы отмечают, уровень детских фильмов с каждым годом растет. Программа «Кино снимаем сами» очень высокого уровня, и некоторые работы просто заслуживают, то есть могли бы участвовать в программе профессиональной, и взрослым надо у них поучиться. На сегодняшний день кинофорум является самым большим фестивалем детского кино в России. Продлится он до 21 апреля. За это время пройдут показы победителей фестивалей и творческие встречи во всех городах области. В Самаре кинопоказы проведут и несколько мультиплексов. Полное расписание можно посмотреть на сайте filmdete.ru Андрей Горгуленко, Марьяна Мирная, Артем Слайманов, Дмитрий Мешканцов. События.